Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Акокин Александр. Рецензия и объяснение, на самом деле, о том, что из себя представляет видео с канала «Правдивая стоматология», заведующего кафедрой ортопедической стоматологии в Смоленском стомате, главврача клиники стоматологии «Жемчужина», доктора медицинских наук, профессора, автора публикаций, всяких различных рекомендаций, статей, монографий, учебников, книг, Николая Николаевича Балбасова. На его канале «Правдивая стоматология» вышел некоторое время назад ролик, небольшой публикация, называется «Шатаются зубы, что делать?». Ролик небольшой, он занимает там около шести минут, но он очень странный. Очень странный, потому что Николай Николаевич, так он, в принципе, очень здорово, очень обширно рассмотрел причины начала подвижности зубов, но реально очень поверхностно. И главное, для меня удивительно, почему он скрыл от всей честной публики, от аудитории, там, в сто, там, тридцать с лишним тысяч подписчиков, очень интересный метод лечения подвижности зубов, который он, собственно говоря, в свое время очень много изучал, работал, разрабатывал клинические рекомендации, оптимизации, всякие показания. Так называемый метод эндодонта эндоассального шинирования зубов, или эндодонта эндоассальной имплантации. Я просто в замешательстве, тема чумовая абсолютно. Человек получил на ней докторскую защиту, как бы сделал карьеру, и ни звука, ни слова о таком интересном, на самом деле, методе, как эндодонта эндоассальная имплантация. Николай Николаевич, ну, что вы скромничаете? Ну, это интересная же штука. Значит, или метод сам по себе является полной чушью, хреневой, редкостной, как и все работы на нем построены, независимо, докторская или кандидатская. Вот. Или ролик является такой, знаете, проходником, который вот просто сняли так, ну, вот, просто чтобы было, без включения в него реально методов, которые изучались, делались и работали. Ну, вот, тут вот эта вот вещь я не понял. При подвижности зубов все-таки нужно использовать эндодонтную, да, сальную имплантацию? Или не нужно? Удивительно, что нет рекомендаций зашимировать по десятку зубов коронками, например, в этом ролике. Тоже, в общем, в предыдущих роликах можно, там, ради бибелька, 10 зубов в короночке одеть, а здесь вдруг стали шататься зубы. Почему не порекомендовать пациентам? Ну, это же автопедия, Николай Николаевич. Вы же, вы же, это в предыдущих роликах, постулируете такие методы лечения зубов по поводу и без повода. Там одного зуба нету, три коронки, там бибель надо зафиксировать, 10 коронок. Ну, в общем, аллогизм. Очень такой глубоко укорененный аллогизм, на самом деле, который с собой скрывает очень серьезные, скажем, глубинные проблемы, как и высшего образования, как и системы присвоения научных степеней в России. Ну, и, конечно же, контент, как всегда, такой вот мягенькое, что-то такое тепленькое, вот на этом канале, как обычно. Комментарии не требуются, но эндодонты, эндосальная имплантация, уважаемые коллеги, с этим надо разбираться.